После атаки цели с ведомым начали выполнять маневр, вывод из атаки. И в ведомого влетела ракета, поразил ему двигатель. Лётчик, сохраняя хладнокровие, мужественно выправил машину, начал выходить вперёд. При выходе вперёд, когда я его отыскивал по зеркалам заднего обзора, слева, я наблюдал пуск второй ракеты, после чего дал команду ему выходить вперёд и начал отстрел инфракрасных ловушек и заходить к нему сзади. Наблюдал, как ракета уходила под меня сзади на инфракрасную ловушку и одновременно, как выходит вперёд ведомый лётчик. Набрали высоту, возвращались на аэродром. Весь этот процесс я наблюдал за ним, за его действиями. Только командами помогал ему выправить самолёт, так как у него отказал всё оборудование, перестали работать приборы, контроли двигателей и самолёт. Лётчик, сохраняя хладнокровие, также продолжал выполнять задания до посадки. На посадке у ведомого произошло разрушение левого пневматика, на что ему своевременно была подана команда. Он её машину удержал на полосе, спокойно остановился в пределах полосы, для того, чтобы не мешать другим самолётам заходить на посадку, освободил полосу влево, прижался влево, и обеспечил тем самым посадку всем остальным самолётам, которые заходили за ним.